Россия-Иран. Развитие экономических отношений. Протез, который чувствует. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Максим Мартынов. Казанский федеральный университет вошел в состав Межвузовского центра противодействия киберугрозам. Это первый подобный центр, созданный в России, и он уже готов к запуску. Развитие отношений между Россией и Ираном можно оценить в цифрах. Почти 3 миллиарда долларов внешних инвестиций Иран получил от Москвы. В каком направлении будет развиваться сотрудничество, расскажем в сюжете. По итогам текущего финансового года Россия стала крупнейшим инвестором в Иран, сообщил министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи. Иностранные вложения в государство составили более 4 миллиардов долларов. Две трети из которых поступили из Москвы. Почти 3 миллиарда долларов. Отношения между Россией и Ираном развиваются поступательно. Возникает все больше направлений сотрудничества. Довольно большой перечень взаимных интересов. Это касается и производства. Как известно, речь идет о производстве или поставках автомобилей иранских в Россию. О сотрудничестве в сфере изготовления запчастей для авиационной и другой техники. Торговая промышленная палата Ирана ранее сообщала, что после распада Советского Союза развитие экономических отношений между Россией и Ираном не стало приоритетом. Торговля между странами скорее была геополитической необходимостью и не превышала 4 миллиардов долларов. До 80% российско-иранского торгового оборота приходилось на сельскохозяйственную продукцию и продовольствие. Но последние месяцы Иран увеличил экспорт промышленных товаров в Россию на 30%. Данные поставки впервые превзошли импорт российских товаров в Иран. Построение инфраструктурного проекта маршрут Дагестан-Азербайджан-Иран, который должен стать связующим звеном, связующим артерией, которая позволит перемещать потоки продукции, товаров из России в страны Востока и наоборот. И говоря об этом проекте, президент Путин сказал, что этот проект можно сравнить даже с шведским каналом. Это такая своеобразная тертигическая артерия. Экономическая ситуация Ирана стабильно сложная. Нахождение под международными санкциями существенно ограничивает возможности экономического развития и сотрудничества с другими странами. Но несмотря на это, крупнейшим внешнеторговым партнером Ирана является Китай. Большую долю занимают Объединенные Арабские Эмираты и Турция. Позобновление дипломатических отношений с Саудовской Аравией также не исключает дальнейшего экономического сотрудничества между странами. Адалина Зенатова, Карина Саяхова, Универньюз. Разработка ученых Дальневосточного федерального университета позволит людям после ампутации чувствовать с помощью протеза. Уже сейчас есть положительные результаты. Подробности расскажем далее. Бионические протезы нового поколения – проект, над которым уже несколько лет ученые Дальневосточного федерального университета работают совместно с компанией Моторика и Центром нейробиологии Скалтех. Эта разработка позволит пациентам не просто управлять протезом, но и чувствовать им. Первые наброски проекта появились на студенческом хакатоне несколько лет назад. Буквально за неделю была создана первая модель, тогда еще перчатка для протеза. Она была оснащена датчиками и подавала сигналы в движениях с помощью вибраций. Заметил я то, что когда я ставлю людям с ампутированными конечными электродами на периферические нервы, что они описывают ощущения в несуществующей конечности. В связи с этим эта идея долго сидела в голове, и когда появилась возможность ее кому-то предложить на реализацию, мы ее предложили, и очень активно к этому подключилась компания Моторика. В рамках проекта ведется работа по очувствлению протезов рук и ног. Уже сейчас есть ощутимые результаты. К примеру, пациенты с протезами ног могут ощущать рельеф под ногами и различать его очертания. Но помимо очувствления, разработка решает и другую проблему, с которой сталкиваются люди после ампутации конечностей. За счет имплантации электродов ученым удалось купировать фантомные боли. Если, например, у человека болит зуб или живот, прием обезболивающий препарат, эту боль убирает. Фантомную боль классическими обезболивающими убрать в значительной части случаев не удается. Назначаются более сильнодействующие препараты, хроническую прием, и даже они не всегда справляются. Хирургическая тактика лечения фантомных болевых синдромов, она существует, но, к сожалению, опять-таки, 100% гарантии она не дает. Компания «Моторика» в проекте отвечает за технические решения, протезы и датчики. Скалтех – за нейрофизиологическую сторону вопроса. Ну а Дальневосточный федеральный университет специализируется на медицинской части разработки. Он также является площадкой, где проект обретает практическую реализацию. Сама разработка ведется в рамках программы «Приоритет 2030». В планах на ближайшее будущее – проведение следующего этапа исследования. В идеале, уже в этом году ученые планируют разработать собственные стимуляторы для протезов. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюс. Ученые Казанского федерального университета разработали новый способ повышения нефтеотдачи – катализатор на основе подсолнечного масла. О том, как проходил процесс разработки – в сюжете Аделины Каюповой. Нефть в современном мире является одним из важнейших ресурсов для использования транспортов, тепловых электростанций и химической промышленности. Однако одной из актуальных проблем является ее добыча. Ведь большинство российских запасов относят к трудноизвлекаемым видам. И в связи с этим появляется необходимость искать различные способы повышения нефтеотдачи. Одним из которых является метод антипластового горения. Это нефта-шарчинского месторождения. Вот видите, песчаная называется, потому что она смешенная с песком. Она находится в таком виде, она очень тяжелая и трудно извлекается. В связи с этим мы применяем метод антипластового горения, который основан на сжигании част нефти, как в сигарете. То есть сжечь сигарету, этот фронт идет и в ходе маршрута он выделяет теплоту, которая уменьшает вязкость нефти под действием температуры. Но и у этого способа есть свои минусы. Например, нестабильность фронта горения. Чтобы справиться с этой проблемой, повысить качество нефти, то есть сделать ее менее вязкой, ученые Казанского федерального университета использовали катализаторы органно-растворимых соединений металлов, которые легко проникают в пористую среду пласта. В предыдущем нашем исследовании мы доказали, что катализаторная основа кастрового масла дает очень уникальный эффект. И это нам привело к применению другими видами, скажем так, легантов в качестве солнечного масла, которое также показало, скажем так, с точки зрения эффективность катализаторов на процесс окисления нефти и стабилизации фронта горения, очень перспективный и огромный эффект. Метод внутрипластового горения уникален своей экономичностью и эффективностью. Он практически не требует затрат. Для успешной реализации процесса необходим воздух, с помощью которого происходит увеличение температуры и давление резервуара. В связи с этими процессами вязкость нефти уменьшается, а коэффициент извлечения увеличивается. В ходе исследований ученые всегда там обнаружили два пика. Первый пик называется низкотемпературное окисление, где окисляются компоненты нефти при соединении с кислородом где-то в переделах от 250 до 350 градусов. А второй пик, он уже идет как результат горения кокса, который получается после первого пика, где-то в переделах 450 градусов. Процесс происходит в несколько этапов. Вначале ученые Казанского федерального университета получают образцы нефти от разных заказчиков, измельчают ее и помещают в экстракционные установки, где получают две фазы – нефть растворителем в колбе и оставшуюся породу в приборе. После экстракции получаем вот такую смесь. Здесь нефть у нас идет с растворителем. Дальше мы этот растворитель должны упарывать в ротином испарителе. И в конце концов, в конечном итоге, получаем чистую нефть без растворителя. Вот в таком виде. Затем образцы забираются для анализа характеристик нефти с помощью метода хроматографии, которая подразумевает собой добавление силикагеля и маленькой части нефти. При их взаимодействии выделяются высококипящие компоненты нефтяных остатков, разделяющиеся на три фракции – насыщенные, ароматики и смолы. Первая фракция насыщенная, вот видите, она такого прозрачного цвета, а эта у нас ароматика. А смолы, они также выглядят как нефть, в принципе. Вот, и на основании полученных вот этих фракций, мы можем знать в процентах, сколько их в данной нефти. То есть, этот метод нам позволяет характеризовать изучаемые наши нефти. Одним из следующих этапов является изучение поведения нефти в присутствии и отсутствии катализаторов, которые были получены. С помощью уникального прибора ученые Казанского федерального университета измеряют количество тепла, которое выделяется при сжигании нефти со временем и ростом температуры. В специальную емку для нагрева помещают полученные образцы, затем перемещают внутрь печки, где с помощью газового баллона происходит повышение температуры. Данная технология позволяет уже на начальном этапе увидеть, работает ли катализатор, стоит ли его масштабировать. Данные катализаторы, они улучшают количество и качество нефти внутри пласта. Значит, там все у тебя идет, вот эти, скажем так, реакции, и газы, которые выделяются от сжигания части нефти. Эти газы обычно, они вызывают, скажем так, увеличение температуры планеты, как известно, это эффект СО2. То есть они остаются именно внутри резервуара, не выходят. И, естественно, данный метод является более экологичным. На сегодняшний день ученые планируют усовершенствовать разработку по нефтеотдаче на основе подсолнечного масла, синтезировать катализатор в большем количестве и применять его в трубах горения, которые находятся в технологическом центре Казанского университета. Адалина Каюпова, Алина Красинникова, Ленар Гизатуллин, Универньюз. Школьник IT-лице Казанского федерального университета Эмиль Хуснудинов вошел в число победителей Всероссийской олимпиады по химии. Заключительный этап проходил с 16 по 23 марта в Сочи на базе федеральной территории «Сириус». В Шуруме в высшей школе журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета прошла панельная дискуссия «Наставник. Путь профессию. Школа саморазвития». На мероприятие были приглашены студенты бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, а также начинающие педагоги. На этом все. В студии был Максим Мартынов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова